Информации об осуществлении любой операции теперь не будут уплывать за океан. Хотя МИР будет работать в любой точке мира. Правда, карту, действующую за границей, выпустил только один банк. Но как в случае с появлением всего нового, это лишь вопрос времени. Это Газпромбанк выпустил карту. На ней вы видите два логотипа платёжной системы МИР и платёжной системы международной платёжной системы Маэстро. Что это означает? Это означает, что вот на этом маленьком чипе живут одновременно два приложения. Там живёт и российская карта, и живёт карта международной платёжной системы. Два электронных приложения, а счёт всё равно один. Правда, рублёвые именно такие карты будут выпускать все банки, участвующие в проекте. Кстати, на данный момент сотрудничать с МИРом уже изъявили желание 35 крупных отечественных банков. При этом тарифы на обслуживание карточки существенно ниже привычных. Мы предлагаем вот такую карту. Это простая дебетовая карта. Она стоит 90 рублей. Вот, карта классическая, дебетовая, вот такая. Она стоит 450 рублей. Опасения тех, кто волнуется о том, где именно сможет работать карта, готовы развеять разработчики. По их словам, большинство терминалов и банкоматов будут успешно перепрограммированы под мир в течение следующего года. Один миллион посттерминалов, вот те самые терминалы, которые вы видите в магазинах, да, оплачиваете, и 200 тысяч банкоматов, там тоже должны быть сделаны определённые настройки банками. Наша родная от дизайна до микрочипа карточка позволит совершать любые привычные нам денежные операции. Будь то мобильный платёж, бронь отеля или оплата интернет-покупок. Будь то мобильный платёж, бронь отеля или оплата интернет-покупок. Продолжение следует...